это один из самых лучших звуков в принципе на данный момент из всех телефонов до 300 долларов наверно это просто пушка-пушка телефон как вы поняли друзья сегодня обзор me 9t спустя год и я вам расскажу друзья сегодня абсолютно всю правду об этом телефоне о всех косяках о всех плюсах этого телефона и самое главное в конце отвечу на ваш вопрос стоит ли покупать его 2020 году у этого смартфона есть все шансы стать лучшим телефоном 2020 года и на это есть реально объективные причины тоже об этих причинах сегодня обязательно пойму в этом видео друзья а купил его в черном цвете на алиэкспресс я не ждал распродажи потому что но обзорщиком сами понимаете нужно телефон заказывать заранее чтобы сделать максимально раньше обзор но в принципе понимаете что за телефон стоит его рекомендовать или нет но и так далее так вот я заказал его в черном цвете хотя хотел синий цвет вы помните да синяя и красная расцветка особенно синяя просто бомбически красиво очень выглядит а черный цвет под карбон не такой красивый но тоже так сказать не уродец на если посмотреть в целом на него ну и конечно какой бы цвет вы не купили вы его упаковали в чехол и в принципе забыли про этот цвет а здесь чехол непрозрачный то есть он матовый плотный поэтому ну так сказать всей красоты на задней крышке вы по сути не увидите а я торопился потому что мне хотелось сделать обзор соответственно я заказал себе телефон в черном цвете поэтому вот у меня черный цвет хотя я вам рекомендую но конечно здесь на любителя я вам рекомендую синий цвет он прям очень очень красивый прям суперски и представляете я покупал этот телефон за 27800 рублей примерно за 28000 только вдумайтесь это версия 628 это не топовый вариант это не про версия обычная тэшка то есть на 730 снабдрэгоне на старте цена была просто космически завышенная то есть вдумайтесь это больше 400 баксов за этот телефон сейчас эта же версия 628 на алиэкспрессе стоит в районе 18000 рублей плюс минус вы можете найти чуть дешевле чуть дороже такая средняя цена будет 18000 рублей на алиэкспрессе и эта цена друзьям сразу скажу просто топ за версию 128 а почему я себе взял 128 они 64 потому что в этот телефон карту памяти установить невозможно какую память вы взяли в принципе это память всегда с вами останется либо 64 либо 128 я вам советую если вы планируете брать телефон берите сразу же на 128 немножечко переплатите но поверьте это стоит того а все случаи кстати есть на telegram канале по поводу этого телефона у правильных лучших продавцов на алиэкспрессе которые не кидают которые проверены не забывайте ссылочки все в описании так вот проснулся я сегодня и мне прилетает обновление miui 11 0 4.0 а как вы знаете эта версия построена на десятом андроиде заходим список изменений и действительно первая система миуай на базе android 10 поздравляю владельца сяоми ми 9t потому что 10 андрюша вам прилетит и с 10 андроидом прилетели некоторые обновы которые мне очень даже порадовали но это что сюда 10 андроид завезли говорит о том что все-таки о телефоне заботятся то есть у него есть определенное продолжение определенное будущее на что повлияли эти обновления первое заходим в telegram канал и обратите внимание телега у нас темные то есть она сразу же изначально темно то есть у меня стоит темная тема соответственно я не должен где-то заходить настройки что-то настраивать у меня сразу стоит темный telegram допустим как это выглядит на редми ноут 8 про посмотрите темная тема у меня стоит но мы переходим в telegram и telegram светлый кстати это telegram канал и скрайбер скидки все ссылочки в описании не забывайте об этом telegram канале здесь уже 3600 подписчиков да и сегодня допустим выставил топ-топ товаров для умного дома от сяоми на алиэкспресс тут есть все просто у 7 7 делает абсолютно все даже кондиционер есть вот смотрите переходите по ссылочке и вот кондиционер от компании сяоми в общем первое что завезли это темная тема нормально адаптирована для этого телефона это очень здорово давайте пойдем дальше зайдем youtube чик да и смотрите youtube у нас тоже темный и по сути он темный везде то есть темная тема уже достаточно правильно проработана окей это радует заходим в google здесь пока все по-прежнему в принципе светлая тема заходим в chrome она по сути сами сайты конечно же светлый но потому что невозможно изменить все сайты но хром сам темный если заходим в письма gmail то здесь тоже обратите внимание все в темной теме отлично и фото а фото тоже в темной теме оформлена после того как сюда прилетела мило 11 самое первое еще по сути да только только которая была сделана то сканер отпечатков пальцев стал лучше работать давайте посмотрим как сейчас с десятым android в общем сканер отпечатков пальцев остался на том же уровне что и был другой момент смотрите на блокировки надпись на экране немного поменялось то есть на это надпись доступна на амолед экране здесь у нас амолед подпишись на канал и скрайвер спасибо кстати компании 7 что сделали не такую возможность так вот смотрите надпись было немного у меня побольше и она была по сути в три ряда здесь шрифт немножко поменялся но это такое себе друзья изменения ну как бы есть и есть далее друзья по поводу экрана здесь амолед экран как вы знаете и все кто говорят что амолед это типа ни о чем айпес это мое все и айпес это супер то по сути не верьте этим комментариям смотрите айпес реально это классная тема если у вас дорогой ps если у вас дешевая ps вообще нет разницы то есть он как правило всегда отличен у вас на нем просто минимум глюков и этот телефон по сути вечный то есть у вас не может выгореть экран у вас не будет никаких проблем по сути с экраном cps как бы все круто самолет есть небольшая такая загвоздка есть дешевые амоледы есть хорошие качественные дорогие амоледы вот дешевые амоледы это реально прям вообще очень плохо потому что они могут глючить выбиваться пикселей то есть появляются стрелочки кита разводы и так далее то есть если у вас телефон хотя бы раз упадет а этот телефон кстати падал с высоты одного метра на плитку и смотрите амолед экран в отличном хорошем состоянии то есть некие пиксели не поползли не потрескались такое здесь стоит хороший амолед матрица от компании samsung samsung делает одни из самых лучших амоледов сегодня на данный момент и здесь стоит я вам скажу очень хороший и качественный амолед дисплей за год у меня с ним не было вообще никаких проблем сканер отпечатков пальцев как вы видите срабатывает очень хорошо очень шустро ну и посмотрите насколько хороший черный плотный цвет на этом амолед дисплее cps его сравнивать нельзя потому что и ps это совсем другой уровень все таки амолед гораздо качественнее если сравнить их на ярком солнце то амолед будет выигрывать просто в сто раз он будет держать цвет контрастность на нем будет сохраняться и даже на ярком солнце вы можете посмотреть видосы можете поиграть в игры но в целом пользоваться на ярком солнце очень хорошо айпиес конечно здесь будет очень блеклый и вы будете щуриться присматриваться где вообще эти иконки находятся и так далее а многие говорят по поводу шима то что амолед есть шим для мои глаз это плохо все такое у меня друзья с этим проблем никаких нет не знаю может быть у меня глаза такие я вообще шима не вижу самый максимальный шим когда когда вы вечером допустим а при отсутствии света уже начинаете смотреть видосы там киношки ютюбчик и так далее тогда максимальный шим на экране я всегда пользуюсь этим телефоном смотрю видосы даже вечером мне никогда не устают глаза друзья то есть у меня с шимом проблем нет но возможно у вас есть проблемы с шимом поэтому здесь но такой момент смотрите а сами как бы выбирайте сами но и гордость этого смартфона это его экран он абсолютно безрамочный в 2020 году и к сожалению тенденция 2020 года показывает что фронтальные камеры будут встроены в экран и это очень плохо да как на редми ноут 9 у нас мы рисовали рендер до камера встроены в экран то есть по сути это . это пятно как хотите друзья так и называйте но это очень некрасиво хотя кому-то нравится но я лично не любитель этого все уме ми 9t нет никаких точек вообще просто сплошной экран и кстати отвечая на вашу вопрос стоит ли его брать в 2020 году да друзья стоит потому что в 2020 году вот таких безрамочных экранов скорее всего не будет поэтому стоит ли брать его 2020 году да конечно друзья его очень даже стоит брать 2020 году и это еще не все причины почему стоит брать для поглощения контента для игр этот экран просто шедевральный он супер он отличный олеофобное покрытие кстати на нем тоже неплохого качества как вы заметили я не ношу защитные стекла потому что я очень аккуратно использую этот телефон и в принципе за год он у меня не расцарапался но я его не ношу с ключами я его не ношу там с мелочью какой-то и так далее и друзья давайте такой подарок я сделаю вам небольшой если этот видос за три дня то есть 72 часа набирает 15000 лайков то мы разыграем этот смартфон это будет не просто смартфон это будет друзья эксклюзивчик я не расскажу вам все подробности что это будет за эксклюзив но такого смартфона me 9t по сути не будет ни у кого то есть это будет абсолютно топовый эксклюзивный смартфон который будет только у вас поэтому друзья 15000 лайков это конечно очень большая цена я понимаю другие условия я вам не могу предложить потому что он у меня просто на простане средств для того чтобы вот так раздавать раскидываться телефонами поэтому друзья давайте в топе 15000 лайкосов разыграем эксклюзивный me 9t каким он будет но это будет просто пушка что дал нам еще android 10 заходим в antutu и раньше как вы помните он выбивал 250 248 тысяч а в этот раз 264 то есть реально 10 android и обновлениями 11 прокачали телефон и он стал еще быстрее если сравнить его с редми ноут 8 pro то отставание стало совсем вот буквально минимальным до 264 и 267 тысяч если мы перейдем в подробности то мы увидим еще более интересную тенденцию центральный процессор уме 9t набирает 99000 а у редми 97 то есть мтк проигрывать хотя в целом баллов гораздо больше но сам мтк по сути проигрывает снапдрэгону 730 здесь мтк g90t по видео ускорителю смотрите 65 тысяч а здесь мали g76 79 тысяч то есть видео ускорителем где-то на 14 тысяч отыгрывается то есть это очень много по поводу 4g 4g работает их очень хорошо в принципе по россии я ездил везде даже страны ближнего зарубежья тоже выезжал если вы берете местную симку то 4g работает вообще без проблем если у вас глобальная версия то с 4g вообще проблем нет и кстати эта проблема постепенно отходит на задний план потому что но в глобал очки уже научились китайцы делать чтобы все не тормозило чтобы у вас был стабильный 4g без переходов на 3g и так далее батарея на 4000 миллиампер час это самая лучшая самая правильная батарея в 2020 году это один из самых долгоиграющих телефонов вообще в принципе в 2020 году если брать друзья вообще абсолютно все телефоны это реально с таким большим экраном это один из самых больших долгожителей по батареи в 2020 году просто чума два дня друзья я вообще без проблем как бы не напрягаясь два дня можно растянуть его на три и даже на 4 а почему этот телефон держит так долго батарею во первых здесь amoled матрица 1 далее у меня всегда в основном установлена темная тема сейчас приложеньки да тоже стали в темной теме появляться это тоже еще экономит батареи в то есть первое за счет amoled потому что жрет батареи в основном конечно же экран на второе это процессор здесь 730 который построен по 8 нанометровому тех процессу как вы знаете тех процесс чем меньше тем лучше чем больше тем хуже так вот здесь 8 нанометров примерно за 270 долларов друзья 8 нанометров это просто супер но сейчас появился пока f2 сказал пока f2 на самом деле пока x2 там тоже 730 только g на немножко более ускоренный и это тоже 8 нанометров и он немножко дешевле посмотрим какая цена будет на алиэкспрессе и какая цена будет у официалов в общем в целом 730 это просто топовый процессор который не ест батарею и третий момент это прошивка то есть 7 всегда очень хорошо адаптирует прошивку очень хорошо работать над этим телефоном и в плане батареи это просто супер космический телефон меня он в этом плане очень-очень сильно радует если вы сравнили 7 и 9 с е то это не маленький телефон ну достаточно такой объемный на самом деле он очень эргономичный и какого-то отторжения друзьям не вообще не вызывает давайте сравним его с redmi note 8 pro и посмотрите redmi note 8 pro на его фоне еще больше на то есть он более такой лопатообразный что в этом помогает в этом помогает еще чехол который по сути идет с коробки друзья и чехол как ни странно я не докупал то есть это стандартный чехол который идет с коробки и он меня во всем друзья устраивать топовый чехол от компании 7 во всех отношениях если посмотреть он где-то совсем чуть-чуть стерся но в течение года я его использую друзья и он очень даже в неплохом состоянии сейчас находится и он спасает этот телефон в чем фишка этого чехла обратите внимание нет нижней рамки и верхней рамки то есть вы устанавливаете телефон в чехол и по сути ваш телефон вот в этом месте не увеличивается дает то есть он не становится больше и здесь по сути также сам чехол очень тоненький да посмотрите у redmi к насколько он просто толстенный я даже друзья не советую вам его менять это для меня основной чехол хотя смотрите мне пришел от компании нилкин чехол вот такой симпатичный красного цвета очень такой яркий чтобы мой телефон из черного превратился в более какое-то яркое такое красивое красное пятно типа знаете как ferrari они же всегда все красивые красные но этот чехол мне не очень как-то зашел не очень понравился он подходит идеально в принципе все кнопочки все да все супер подходит чехлы от компании нилкин всегда очень качественные есть определенные минусы во первых он делает телефон немного шире но больше всего что мне не устроил в этом чехле он катается основной чехол очень хорошо цепляется за поверхность и не скользит а для меня это важно но чтобы телефончик лишним разом никуда улетел по поводу видео и фото фото и настройки все одинаковые а вот когда мы переходим видео смотрите видео в этом телефоне лучше в 2020 году за эти деньги здесь 48 мегапикселей и поверьте друзья они вытягивают очень даже неплохо то есть здесь 64 мегапикселя снимает хуже чем эти 48 мегапикселей и для 2020 года она прям очень даже в порядке после того как телефон обновился до 10 андроида в камере произошли некоторые изменения здесь настройки по сути все одинаковые фото настройки все одинаковые а вот когда мы переходим видео смотрите появился значок влог это значок улучшения видео на самом деле я вообще не понял как он работает и видео он никак не улучшает а вот влог это реально классная тема которая ждал от компании силами и от ее прошивками в одиннадцатый а влог сейчас доступен на семьями 9t и это реально очень классно здесь есть 7 режимов и заставка на семьями 9t влог как он друзья ну топчанский да вообще очень красиво сделано мне очень понравилось ну если вам нужно делать такие небольшие зарисовки не напрягаясь то в этом телефон очень конечно качественно помогает здесь есть 7 режимов я бы вам посоветовал activities dreams и вот есть такое holidays travel memories и какие-то другие режимы они так себе мне не очень понравились но вот holidays dreams и activities то вот эти три режима снимает очень даже весело очень бодро следующий момент этой нэсси нэсси работает отлично в этом телефоне сейчас ссылочка здесь появится сверху как настроить нэсси если с коробочки не работает но настраиваться несложно поэтому посмотрите обязательно видос по поводу звука вы уже слышали звук на этом телефоне меня звук устраивает во всем и я более того скажу что это лучший звук до 300 долларов на сегодня с этим звуком не может сравниться никакой редми к ней ридми 8 не ридми 8 про даже новиночки они исправляются потому что звук там гораздо хуже здесь по сути топовый флагманский звук за эти деньги салфи камера а у многих было нарекание что это салфи камера со временем сломается и как бы механизм не будет выдерживать долго но на протяжении года я пользуюсь друзья салфи камерой и как видите она очень даже в порядке и в конце отвечая на ваш вопрос стоит ли покупать этот телефон в 2020 году я считаю друзья что однозначно стоит потому что это один из самых лучших телефонов 2020 году во первых это супер автономность 4000 миллиампер батарейка держит телефон очень даже бодро на протяжении двух дней вообще без проблем второе это 730 снапдрэгон который вытягивает современные игры по сути вообще на ура это топовый звук за эти деньги ну и последнее это абсолютно безрамочный экран к сожалению 2020 год отметиться не безрамочными экранами то есть будут капельки встроенные в экран будут какие-то пятнышки и так далее посмотрите вот на этот рендер это редми ноут 9 возможно будет выглядеть таким образом то есть капелька будет тоже встроена прямо в экран это ужасно друзья мне вот эта тема очень нравится пишите в комментах как вам вообще такая тема поэтому мне кажется в 2020 году этот телефон будет очень даже в порядке и он будет достоин если вы на распродаже купите его еще где-то за 260 долларов то это вообще будет космическая цена и берите всегда версию 628 никогда не пожалеете об этом потому что память заполняется очень быстро а sd карточку сюда установить невозможно друзья не забывайте подписываться на этот канал ставить лайкос этому видео и помните что лайк лучше доната также репостите этот видос насколько это возможно пишите в комментах всем хорошего настроения друзья с вами был я и от скраббер всем позитива и добра всем пока пока